Привет, дорогие друзья! Снова с вами Замирус. Как ваши дела? Как ваше настроение? Вчера нам показали геймплейный трейлер Battlefield. И сегодня давайте мы разберём его, посмотрим, каких специалистов там показали, какие пушечки, какая будет кастомизация, какая техника засветилась, и вся эта интересная и полезная информация для нас, для тру-хардкорных фанатов Батлы. Но прежде чем мы начнём, хочу высказать немножко своих мыслей по поводу трейлера геймплейного. Трейлер оказался неплохим, он нам показал многие аспекты игры, но при этом почему-то не показал важный аспект игры, например, стрельбу. Невозможно понять, какое ТТК будет в этой игре. То ли DICE ещё не определились тем, каким будет Time to Kill, то есть время убийства противника. Поэтому будем ожидать каких-то других презентаций, других трейлеров. Главное, чтобы они не начинали там вот менять Time to Kill во время жизненного цикла игры, а то у нас будет Battlefield 5 номер 2. Многие бомбят по поводу отсутствия разрушаемости. Ребят, вот если честно, этой претензии я вообще не понимаю, потому что Батла давно растеряла всю крутость разрушаемости. Последняя игра, которая нам подарила нереально крутую разрушаемость, это был Bad Company 2. Последняя игра с крутой разрушаемостью, а потом разрушаемости становилось всё меньше, меньше. Вон посмотрите на Шанхай. Где там разрушаемость? Небоскрёб можно уронить и дырку в земле сделать. Ну, так себе. Специфическая разрушаемость. И я думаю, что разрушаемость вернётся именно к уровню Battlefield 4. Я, конечно, надеюсь, что там Торнадо будет сносить фасады у небоскрёбов, но лучше ничего не загадывать. И, ребят, пожалуйста, там не верьте Антону Лугвину, который рассказывает про падающие небоскрёбы, потому что на закрытой презентации нам говорили, что будет Торнадо, будут вот эти парковочные столбики, как в Battlefield 4, и будет всякое мелкое проявление лавалюшн, типа открывания дверей, то, что мы уже видели в предыдущих частях. Про падающие небоскрёбы никто ничего не говорил. Ну, а на закрытой сессии Q&A, когда можно было задавать вопросы разработчикам, я задал вопрос по поводу разрушаемости в стиле Bad Company 2. Ну, там, шмальнуть с под ствола по зданию, оно там обрушится. К сожалению, DICE проигнорили мои вопросы. Хотя там они много вопросов проигнорили. Про аренду серваков проигнорили, про античит проигнорили. Ну, будем ждать новой инфы. Ну, а также хочу вас поблагодарить за вашу безумную поддержку. Наконец-то у нас на канале 200 тысяч подписчиков. И в эти выходные мы отпразднуем 200 тысяч подписчиков и 10 лет каналу. Я так подумал, зачем месяц ждать до юбилея, если можно заранее отпраздновать. Ну, а также не забудь поставить лайк, подписаться на канал, если ты тут впервые, и сделать репост этого разбора своим братюням. А мы начинаем. Трейлер начинается с того, что отряд нашего главного героя вылетает на Литлберде из большого кластера Стадион. Карты Песочные Часы. Сразу можно заметить, что в кластере Стадион у нас будет 3 точки. 3 сектора, которые нужно будет захватить для захвата всего стадиона. Теперь в Баттлфилде не будет флагов. Карты поделены на огромные кластеры. Внутри каждого кластера будут сектора, которые нужно захватить для захвата всего кластера. Главный герой данного сегмента трейлера специалист Мария Фальк, которая сидит на борту Литлберда. Это видно сразу по перчаткам и гаджету в первом слоте. Это тот самый пистолет-дротик С-21. И сразу видно, что этот пистолет с дротиками, который будет оживлять или лечить ваших партийцев, обладает ограниченным боезапасом. У нас будет всего 12 дротиков. Вторым гаджетом идет шведский РПГ Карл Густав. А в слоте гранат у нас 2 гранаты. В руках Машки у нас SMG-45, который, возможно, вам знаком по Modern Warfare 2019 года. Там он называется Striker 45. Сразу видно, что установлен гибридный прицел, рукоять, если судить по иконке оружия, и, скорее всего, увеличенный магазин на 45 патронов. Во вторичке у нас ГЛОК с огромным глушителем, а, возможно, это будет глушитель из масляного фильтра. Далее идет кадр из позавчерашнего тизера с Апачем. На карте можно, кстати, еще заметить ту самую гусеничную тачку из Форсажа. Она там летит, пролетает мимо Абрамса. Ну, а теперь нас закидывает в сам Апач, который переключается с лазерного наведения на нары. Почему-то ракета взрывается, в принципе, в воздухе. Я этого, если честно, не понял. То есть у нас будет какая-то активная защита дикая, которая будет сбивать аж противотанковые ракеты вертолета. И почему-то наров всего 4 штуки у Апача, если честно, я этого пока что не понимаю. Там просто по иконке невозможно понять, что это за тип ракет. Ну, и он с них начинает обстреливать Ка-52. Тут прилетает Су-57, пролетает, хвостом задевает этот вертолет. Ка-50 отбрасывает тепловые ловушки. И то ли Ка-52 использовал телекинез, то ли пилот Апача охренел от пафосной перезарядки снайперской винтовки. И так охренел, что аж взорвался вместе с Апачем. Насчет снайперской винтовки. На самом деле, если честно, не понимать, что это за снайперская винтовка. Этих снайперских винтовок в скелетном ложе такое количество, что это может быть вообще в принципе любая снайперская винтовка. И лобаевские винтовки похожи на эту винтовку. Мое предположение, что это Ремингтон MSR из Modern Warfare 3. Или вообще это Ремингтон XM 2010. А так, если у вас есть какие-то варианты, что это может быть за снайперская винтовка, все пишите в комментариях под этим видео. Мне просто интересно узнать, что это за необычная штука. Самое забавное, что этой снайперской винтовкой вооружен штурмовик, у которого опять же есть Карл Густав и Гарпун. Причем, если судить по иконке Гарпуна, то он будет бесконечный. И в моменте, когда он взлетает, можно увидеть такой значок кулдауна этого Гарпуна. Прикольно и интересно. После полета Бэтмена мы видим, что боец под ником Дельта, тот самый непонятный мексиканец в маске и в костюме Джигернаута, делает knife takedown для нерадивого кемпера. Ну, классика Баттлфилда на самом деле. Ничего особенного. В лучших традициях. Главное, чтобы жетончики нормально не завезли, вот в Баттлфилд 2042, и будет все шикарно. Далее нам демонстрируют надвигающуюся песчаную бурю, потом переключение на оспри. По оспри мы видим, что пилоту доступен только отстрел ловушек. Но да, и сговорили о том, что если в вашей технике будет сидеть много народа, то техника будет опаснее. И в конце видео мы увидим, что оспри реально будет опасен при каком-то экипаже. Ну и да, оспри у нас будет такой американской коровой. Теперь нам показывают штурмовика, и он уже вооружен. N6, MSX, Spear из программы Next Generation Squad Weapon, о котором мы, кстати, говорили в ролике, какие пушки могут появиться в Баттлфилд 6. Который, судя по всему, вызвал себе танк. К сожалению, нам не показали сам механизм, за счет чего вызываются танки, или мы просто так можем в любой момент вызвать себе танк. Или у каждого персонажа будет какой-то кулдаун на танк, БМП, джип, вертолет, самолет. Ну и да, у нас теперь система спауна танков за счет вызова через планшетик. Опять же, в трейлере этого не показали. А вот кадр с Абрамсом уже более интересен, потому что теперь в танке 4 места. Водила, который, типа, управляет танком и стреляет из пушки, как всегда это было в Баттле. Потом верхний стрелок, как обычно управляет турелькой на крыше танка. Потом у нас еще один стрелок, который управляет задней турелью. Что? И четвертое место это некий спотер. Но это уже такой омаж в сторону Баттлфилда 3. Там при прокачке танка можно открыть было третий слот в танке, который просто лазерную наводку давал по технике. В пушке у нас заряжены подкалиберные снаряды, которые ориентированы на борьбу с танками. То есть у них нету сплэша, но типа повышенный дамаг по технике. Потом вторым слотом идет пулемет стандартный, далее дымы и быстрая починка. Ничего особенного, каких-то изменений в плане набора гаджетов для танка я не увидел. Далее камера переключается на джип. Тут два у нас пассажирских места, водила и стрелок. Можем отбрасывать дымы, управляя джипом, чего, кстати, никогда не было, по-моему, в Баттле. И нас вновь возвращают в тело штурмовика, которое SICK MSX держит в руках, но у него интересный прицел. Судя по всему, это тепловой прицел. Очень похож на Сенсапёк из Modern Warfare 19-го года. Далее нас переносит опять в специалиста Дельта, этот непонятный мужик, который в первом трейлере срывал док-так. И по иконкам гаджета, на самом деле, поначалу сложно понять, что он использует. Но в конце трейлера нам это демонстрирует. Он использует баллистический щит. Здесь он вооружён какой-то непонятной AR-кой, поэтому, если вы вдруг супер-пупер специалист во всех цевьях M16, SR-25, то, пожалуйста, поделитесь информацией, что это за необычная AR-ка. Это SR-25 или AR-15 с длинным кейлоком каким-нибудь, я не знаю, там просто миллиарды вариантов M16. И что это может быть, мне очень трудно сказать. Но судя по количеству патронов, возможно, это SR-25, то есть это будет либо полуавтомат, либо автоматическая винтовка, потому что похожие штуки появлялись в хардлайне. Тут же мы видим, что Little Bird пытается пролететь рядом с торнадо, его либо сносит ветром в здание, либо просто дайсовский пилот не умеет управлять вертолётом и пролететь между двумя небоскрёбами он не может. И тут начинается самое главное для меня сцена во всём трейлере. Главный герой, вооружённый глаком, забегает в лифт, видит парня с АК-12, парня в костюме крыло, а может это не парень, а может это девушка. И тут она достаёт свой крис-вектор, и бабах, у нас показывают кастомизацию. У нас там 4 слота. В первом слоте у нас разнообразные прицельчики, коллиматор, мушка и трёхкратный прицел. Далее идёт ствол, там глушитель и какой-то компенсатор. Также опция не устанавливать вообще ничего. Далее у нас идёт магазины, их три штуки. Маленький, который типа сразу установлен был, типа он на 26 патронов. Суть этого магазина, если честно, не понимаю. Потом идёт какой-то средненький патрон, и потом идёт барабан на какое-то количество патронов. Далее у нас возможность установить короткую и вертикальную рукоятку, и вот всё. Весь кастом Криса Вектора. И, если честно, пока что непонятно, это вся кастомизация Криса Вектора или нет. Сразу видно в этом трейлере местами проглядывается, что там и АК-12 с прицелом монокль. То есть у каждого оружия, возможно, будет разный набор модулей. Или у нас будет огромный список модулей. Вот знаете, идеальная система кастомизации, на мой взгляд, выглядела бы так. Мы об этом говорили на вчерашнем стриме. У нас есть огромное количество модулей, как в Modern Warfare 19-го года, как в Call of Duty Black Ops Cold War. Но в этот кастом во время игры можно добавить просто какую-то выкладку себе. Мол, типа, я вот беру некоторые модули типа под короткую и среднюю дистанцию и могу менять во время матча. А если ты хочешь использовать весь список из 50 модулей, то, типа, я это выбираю перед матчем. Ну, для меня вот так выглядит идеальная кастомизация для Battlefield 2042. Но если у нас так мало будет модулей, это будет немножко обидно. Хочется все же безумного разнообразия. Вспомните времена Battlefield 3, когда можно было устанавливать многократный прицел, слаговый патрон и использовать какой-нибудь Спас-12 как снайперскую винтовку. Вот это я любил. И хотелось бы возвращения таких приколов. Ну, а также хочется поставить на калибре восьмикратный прицел. Ну и да, самое смешное, что после того, как закрывается экран, кастомизации, выкладки Sundance, это так называется оперативник у нас с костюмом Крыло, можно заметить следующего, что вторичка идет Magnum 44 с трехкратным прицелом. Классика Battlefield 3 и Battlefield 4. Ну, а также можно заметить, что оказывается костюм Крыло типа обладает лимитом и типа у персонажа всего два костюма Крыла осталось. А так было бы прикольно. Взял Sundance с его костюмом Крыло и летал бы по карте с бесконечным костюмом Крыло. Но, к сожалению, нет. Да, и хотят ограничить костюм Крыло. Смешно. Далее нам показывают некий омаж на трейлеры с Шанхаем. Классический момент. Little Bird завис над крышей небоскреба. В него влетает квадроцикл С4. Кстати, самое смешное, что пульт использования С4 очень напоминает пульт использования С4 С21-42. Ну, не знаю, стилистически. У меня как-то вот в голове они соотносятся друг к другу. Потом показывают, как все эти персонажи бегут к краю небоскреба и используют зиплайны. И если обратить внимание, как стоят эти зиплайны, видно, что они установлены криво, не в одну ровную линию. У меня такое чувство, что это Pathfinder из Apex Legends у нас будет Battlefield 2042. Потому что, ну, походу, это способность одного из специалистов устанавливать зиплайн. И это на самом деле прикольно, потому что у нас будет 10 специалистов, и если они будут так расширять геймплей игры, то это прикольно, на мой взгляд. Единственное, что, если отряда по 4 человека, как в трейлере, будут оставаться, то это будет очень сложно реализовывать, в принципе, все фишки вот разных специалистов. Там надо будет создавать какие-нибудь команды с уникальным набором вот этих специалистов, придумывать страты, в какие комбинации специалистов использовать. Ну, это прикольно, в плане того, что это нам расширит очень сильно геймплей игры. Ну, и после того, как пацаны используют зиплайн, они залетают на соседний дебоскреб, начинается перестрелка, и из-за того, что наш персонаж не попадает в противников, очень сложно сказать, какой это така в этой игре. Но тут весь праздник и всю малину портит прилетевший Mi-24, который, извините, что с ним? Можете мне объяснить, почему этот Mi-24 выглядит как плод безумно страшной оргии Mi-24, Mi-8 и Paylow? А? Ну, серьезно, вот взяли вот эти три вертолета, сношали три недели, и получилась вот эта откормленная туша, которая вроде как похожа на Mi-24, а вроде как и нет. Но при этом нужно обратить внимание, что на нем висят нары, ну, комплексы неуправляемых, там, ракет. А еще у него какие-то две турели, и опять же, это возвращает нас к тому, что говорили, да, если на закрытой презентации, что типа, чем больше народу сидит в вашей технике, тем она опаснее. И, судя по всему, транспортные вертолеты становят болью в задницу у многих. Ну, а далее активация костюма Крыло, показ кадров с Торнадо, нас снова возвращают в медичку Марио Фальк, которая, типа, ручкой пытается укрыть себя от Торнадо. В руках она держит АК-12 с прицелом Монокль. И самое интересное, что Торнадо шакалит ваш интерфейс, как будто там ими излучение какое-то. Тут же переключается кадр на то, как инженер чинит Оспри. А если на сам Оспри обратить внимание, то у него тоже будет две турели, которым, скорее всего, будут управлять пассажиры. На манер того, раскормленного Ми-24. И самое смешное, что помимо Оспри, вот этих турелей и инженер, о боже, слишком много информации в одной секунде трейлера, можно увидеть чувака со Скаром и Скаровским подстволом. А, по-моему, Скаровский подствол у нас в последний раз появлялся в Баттлфилде 2. Обычно на него вешали, типа, 320-ый, и ты такой, камон, такого не было. После титров нам во всей красе показывают танкер на карте обломки. И мне такое чувство, что вот эта карта обломки, там будет иной лавалюшн, скорее всего, это будет не торнадо, а именно прилив цунами какой-нибудь. Ну, мое мнение. Потому что там в описании этой карте на сайте Баттлфилд говорит про какие-то экстремальные приливы и отливы, поэтому, может, это будет зона затопления часть 2. Но, давайте не будем акцентировать внимание на самой главной клуб-сквотерсной зоне карты обломки. Давайте обратим внимание даже не на Абрамс, а на то, что в углу экрана появляется непонятный БМП и какого-то хера это М113 в 2042 году? Или это какой-то бред для безбашни? Пацаны, я надеюсь, что у меня есть много людей, которые разбираются в разнообразной технике. Как вы думаете, что это за БМП-ха? То есть, она гусеничная, но нету башни. Есть какие-то ПТУРы или Стингеры, понять сложно, потому что кусочек этого БМП прям маленький-маленький. Но, на мой взгляд, это либо 113, либо Брэдли без башни. Чего никогда не было, но, в принципе, Дайс любит выдумывать собственные танки, поэтому, возможно, это. Дальше нам показывают уже, наконец-то, в геймплее Т-14 Армата. Прикольно выглядит. Мне нравится внешний вид Арматы в этой игре. То есть, базара вообще никакого нет. Ну, и помимо Арматы, там светится фан-сервис Bad Company 2. Боец Дельта, который вооружен Карлом Густавом. Наконец-то Карл Густав возвращается и, блин, эх, времена Bad Company 2. Надеюсь, Карл Густав будет такой же жесткий, как и Bad Company 2 до всех патчей и всех нерфов. Ну, а дальше нас трейлер переносит обратно на стадион. С чего начали, тем и заканчиваем. В общем, нам показывают внутреннее убранство стадиона. И на самом деле, я могу сказать, что DICE молодцы. Наконец-то они научились рисовать красивое внутреннее пространство. А то заходишь внутри зданий в Роттердаме, а там пустота. Или заходишь в Шанхае, там пустота. А тут прям стадиончик такой. Чем-то напоминает, кстати, Warzone. Но в любом случае, тут демонстрируется этот мексиканский боец Дельта, который тащит перед собой огромный баллистический щит. И, слава богу, он не такой маленький, как в Battlefield 4. Надеюсь, он будет гораздо эффективнее того, что мы получали в Battlefield 4. Ну и последние кадры, это карта Orbital. Сначала нам показывают бойца с пулеметом LAMG, а потом нам показывают бойца с АК-12, уже в более понятных условиях. Но! Ну а на фоне можно заметить французский БМП Jaguar, у которого есть и ракеты, и довольно серьезная пушка. Походу, там 57 миллиметров. Такое чувство, на самом деле. Вот если оценивать по фоточкам. Вот весь контент трейлера, что мы увидели. Мы увидели новых специалистов, явно заметили способности некоторых специалистов, которых до сих пор не показали. То есть это вот эти зиплайны, прям видно, что это будет способность. Также нам показали русский аналог Коспри, раскормленный Ми-24, ну и показали какое-то непонятное БМП. В целом обидно, что в трейлере не показывают стрельбу, именно перестрелки между игроками, чтобы понять, какое-то тк нас ожидает в этой игре. В целом, мне трейлер понравился, он показал то, что я хотел увидеть, потому что мне надоели эти дико дебильные эксперименты в стиле Battlefield 1, Battlefield 5. Наконец-то мы возвращаемся к какому-то формату тройки и четверки, и я надеюсь, что 20-42 будет развивать идеи тройки и четверки, а не будет просто попыткой обернуть какашку в стиле пятерки в обертку тройки и четверки. Вот. Думаю, на этом все, дорогие друзья, большое спасибо, что смотрели, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, увидимся на поле боя, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok